Здравствуйте! Вы смотрите «Главное». Сегодня мы будем говорить о политической ситуации в стране, потому что именно сегодня произошел ряд событий, которые, на мой взгляд, нуждаются в отдельных комментариях. Потому в студию я пригласила политических комментаторов, людей, от которых я намереваюсь получить ответы на свои вопросы. Итак, в студии «Главного» находится Корнелий Учуря. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Волницкий. Здравствуйте. Добрый вечер. На самом деле, сегодня столько новостей стало приходить, и новостей настолько интересных, иногда даже, как некоторые считают, шокирующих даже новостей, что я даже затрудняюсь с чего начать. Если не вдаваться в подробности, у вас на уровне ощущения, нет такого, что партии власти находятся в некой растерянности вообще? Потому что то, что происходит сегодня, одна новость тут же аннулирует, другую и далее по схеме. Господин Чуря, нет такого ощущения? Вроде бы не складывается все-таки такое ощущение. Все-таки три партии, которые обсуждают вопрос формирования Альянса, публично показывают свой оптимизм. Даже совсем недавно господин Лупу говорил о том, что очень скоро будет создан этот Альянс, и проблема или нахождение кандидатуры премьера будет легко решена. То есть так на первый взгляд существует большая доля оптимизма. Все партнеры согласны с тем, что внешний прессинг заставляет их двигаться быстрее. И вот есть ощущение того, что вот-вот со дня на день эта формула, спасительная политическая формула будет найдена. И в то же время, с чем я соглашусь, есть такое ощущение затяжки, заторможения. То есть эта формула, она быстро должна быть найдена. Практически следующий час принесет нам желательный результат, а она все не находится, не находится. Да, через этот час мы получаем информацию о том, что все это опять переносится. И вот нужно, я думаю, хотя мы, комментаторы, поставлены в сложные условия, потому что схема уже ясна, мы должны объяснять вот этот перенос, это торможение, которое может прекратиться в любую минуту. И с моей точки зрения, все-таки у нас несколько ложное ощущение чрезмерного оптимизма, хотя я могу ошибиться, и меня через полчаса могут мне доказать несостоятельность моих доводов сам политические события. Но есть ощущение того, что стороны еще не полностью договорились, что торг идет, причем он очень такой жесткий. И вот эти все фейерверки, последний выход Журавского, там Каравита раньше, они создают такой непонятный фон, при котором все-таки есть ощущение того, что в любой момент вот эта договоренность, которая еще не была найдена, она может сорваться и вообще все уйти никуда. Но, с другой стороны, мы боимся сказать об этом четко, потому что у всех на лице оптимизм, и все бодро рапортует, что с минуту на минуту будет найдено это соглашение, будет достигнуто. Спасибо. Господин Волнецкий, вот этот оптимизм, который находится на лицах, по мнению господина Чори, он действительно искренний, либо все-таки он наигранный в этой ситуации? Я думаю, что, скорее всего, он искренний, потому что то ощущение, которое создается, это то, что круг сужается. Что я имею в виду, когда говорю, что круг сужается? Если до сих пор говорили и о других возможных альтернативах, когда речь шла о коалиции, которые будут править страной, то после сегодняшней событий, а более конкретно после заявления Игоря Дадона, ясно, что одна дверца захлопнулась. И как бы сейчас нет других альтернатив. Когда я говорю о других альтернативах, я имею в виду левоцентрическую коалицию, о которой в последнее время тоже довольно часто, пусть неофициально, но все-таки об этом говорили. Поэтому круг сужается. Исключив левоцентрическую коалицию, они как бы, лидеры трех проевропейских партий, как бы оказались в западне. Некуда больше бежать, некуда дальше податься. Вы думаете, а вот они еще всерьез размышляли, может быть, с коммунистами пойти туда, то есть вместо либералов. То есть ЛДПМ, ДПМ и коммунисты. Вот, господин Чурья кивает, потому что мы в этой студии говорили об этом много раз. Я остаюсь при мнении, что для ЛДПМ это было бы губительное решение, губительный выход из этой ситуации. Поэтому, скорее всего, если учитывать, я раньше говорил в рамках определенной передачи, что 90% я бы дал все-таки проевропейской коалиции, и только 5% коалиции между ЛДПМ, Демократической партией и Коммунистической партией. Поэтому я остаюсь при мнении, что они как бы вынуждены быть оптимистами, потому что понимают, что другого пути нет. Единственное, что осталось на данный момент, это, скорее всего, те разногласия, которые касаются распределения министерств. Хотя, если судить по последним высказываниям лидеров, и здесь вроде бы найдена формула, интересно будет узнать и другие решения, которые они достигнут. Ну, согласна. Действительно, очень интересно было бы узнать. Я, наверное, не такой оптимист, как вы. Потому что смотрю на то, как приходят новости в отношении очень важного вопроса. И по мнению некоторых политологов, именно этот вопрос сегодня стоит во главе угла. Это то, что стороны буквально на сегодняшний день не определились не только с кандидатурой премьера, но они даже не могут четко сказать, какой партии будет принадлежать по квоте именно этот пост. Это говорит о чем? О том, что на сегодняшний день эти переговоры, которые проходят, они упираются в важнейшие кадровые решения. Господин Чуря, не могут договориться по премьеру? Я думаю, что да. Я согласен, что, возможно, по алгоритму распределения мест в правительстве, я думаю, они договорились. Но важнейший вопрос, от какой партии будет пример, пока что у меня такое ощущение на данном этапе еще не решено. И все идет перетягивание, банальное перетягивание каната. Вот уменьшается количество мест парламентских у ЛДПМ. Вроде бы немножко увеличилось виртуально хотя бы у ДПМ в связи с выходом от социалистов. То есть, а здесь аргумент... Но еще есть уход господина Журавского. Да, так я это имел в виду, что уменьшается количество мест ЛДПМ. Значит, и аргумент тут, кто сильнее, кто важнее, кто имеет, так как они выражаются, европейское право назначать премьер-министра. То есть, по Кутуме, по традиции, то есть, наисильнейшая политическая партия имеет право выдвигать на пост премьера кого-то от своего имени. И тут мы видим уменьшение мандатов у ЛДПМ и увеличение у ДПМ. И еще в придачу каравита тоже, я думаю, можно здесь говорить о определенных политических влияниях. И да, то есть, ДПМ, я думаю, причем ДПМ постоянно подчеркивает, что они на местных выборах хорошо себя проявили и чуть ли не выиграли эти выборы. Поэтому они собирают аргументы в свои пользы для того, чтобы получить столь желанное примерство. Ну, а ЛДПМ, насколько я понимаю, сопротивляется. Но вот незадача для ЛДПМ состоит в том, что они перешли от такого наступательного поведения, тактики защиты оборонительной. Они защищают свои редуты, но солдаты почему-то, некоторые из них уже не хотят воевать, уже бросают ружье и убегают из траншей, что говорит о плохой устойчивости этой политической партии на данном этапе. Это говорит не в пользу ЛДПМ. Поэтому, возможно, произойдет определенная рокировка. Определенная рокировка. И я сужу об этом, исходя из... То есть пост премьера может достаться ДПМ? Да. Других вариантов вы не рассматриваете? Нет, я рассматриваю, что и ЛДПМ может его получить. Но вы видите, вот это движение, которое вчера было четко замечено о том, что если Филат не будет примером, то тогда примером может быть Майя Санду. Я услышал вот это такое предложение. Это говорит о том, что ЛДПМ уже начинает ставить условия, которые якобы могут быть неприемлемы для ДПМ. То есть затрудняет ЛДПМ задачу ДПМ получить примерство. ЛДПМ сейчас уже больше блокирует, затрудняет, создает какие-то ограничения. Но, видимо, положение, в котором сейчас находится ЛДПМ с точки зрения переговорного процесса довольно-таки осложнено. Поэтому шансов, с моей точки зрения, у них меньше для получения примерства. Господин Волницкий, вот смотрите, действительно, получается, есть проблемы в движении ЛДПМ кандидатуры на пост премьера. Как вы думаете, вот это все происходит именно из-за того, что кандидатура Филата была выдвинута на первый план? Хотя вот мы видим, да, что уже и другие начали поступать предложения. Но в последнюю неделю, по крайней мере точно, вы не дадите здесь мне соврать, именно фамилия Филат называлась в качестве возможного премьер-министра. Так? Если судить по той кампании, которая уже наблюдается невооруженным глазом, особенно по интернету, против Филата, то ясно, что его возможный третий приход во главе правительства кого-то очень сильно беспокоит. Если бы это не беспокоило, не было бы и этой кампании. Но я хочу акцентировать внимание совсем на другом. Здесь самое главное, ЛДПМ должна для себя решить, что они хотят. Они хотят должность премьер-министра, чтобы укрепить свои позиции, оставаться по-прежнему самой влиятельной демократической партии, демократического толка имеется в виду. Или они хотят для себя должность премьер-министра, только чтобы воспрепятствовать, чтобы ДПМ взяла эту должность. На данном этапе должность премьер-министра, кому достанется эта должность? Это можно рассматривать даже как вопрос, какая партия, демократическая или либерал-демократическая партия, воспользовавшись этой должностью, станет крупнейшим на демократическом фланге. Потому что, вот господин Чуря назвал два имя, Филат и Майя Санду. Казалось бы, оба выдвиженцы одной и той же партии. Но суть проблемы совсем другая. Если премьером станет Майя Санду, то значит, что ЛДПМ пошла по принципу «не вам, не нам», чтобы воспрепятствовать просто росту влияния демократической партии. Если же премьер-министром станет Влад Филат, ясно, что появятся предпосылки для того, чтобы ЛДПМ расширило свой электоральный, если можно так сказать, электоральное поле. И, конечно, это для демократической партии неприемлемо. И с этой точки зрения, я думаю, что сейчас идет не битва за должность премьера, а идет битва, какая из этих двух партий будет задавать тон политическим событиям в стране в ближайшее время, в ближайшие годы. Вы знаете, есть ведь еще кандидатуры на пост премьера. Я даже не знаю, как эту новость откомментировать, но, тем не менее, на ней сейчас уже пишут все средства массовой информации. И с легкой руки господина Усатова. Он, например, утром выдал порцию новостей, в которых написал, что уйдет Журавский, дал информацию по поводу пиара господина Филаты и написал, что следующим премьером будет Саакашвили. Вы серьезно отнеслись к этой новости? Нет. Я даже не... Как-то я прочитал эту новость после ухода Журавского, поэтому она для меня прозвучала позже. И я поэтому отнесся менее серьезно к этой новости. Но когда увидел имя Саакашвили, то это вызвало у меня улыбку. Мне кажется, невозможным на данном этапе. Может быть, следующий пример после нынешнего, который будет назначен. Хотя, опять, мне кажется, очень проблематично назначение Саакашвили в наших условиях или политика типа Саакашвили. А вот вам возражают одесситы, которые говорят, если бы кто-то нам сказал, что у нас губернатором будет господин Саакашвили, а вице-губернатором будет госпожа Мария Гайдар, то одесситы бы поклялись, что этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. Как-то так. Но можно к реальности относиться по-философски, то есть не принимать ее в принципе. То, что сейчас происходит в Одессе, в Одесской области, это можно считать виртуальностью или ничем. Пока Саакашвили освобождает пляжи, это мало что означает. Возможно, если он не пойдет дальше, а возможно он и не пойдет дальше, то, видите, уже его предлагают перекинуть на наш фронт, вроде бы звучит. То есть, если он не пойдет дальше, то его существование в Одесской области очень скоро забудут. И его вообще не будут никак вспоминать. Он должен что-то сделать. Пока, с моей точки зрения, Саакашвили ничего не сделал, кроме... Ничего не сделал. То есть, его нету пока что. Но вполне возможно он станет там политической реальностью. Но если его начнут перекидывать, то это будет чистой виртуальностью, которые просто так хотят немножко замазать глаза. Хотят, кто хочет? Что вы имеете в виду? Ну, Саакашвили, вы говорите, хотят его двинуть, а хотят, это кто хочет? Нет, пока что Усатый сказал об этом, но я не понимаю, каким ветром... Но я не думаю, что Усатый этого хочет. Я думаю, что подразумевается, что это креатура... Значит, это креатура Порошенко, это креатура американцев. Это всем понятно. А Саакашвили, это разве не креатура американцев? Так я об этом и говорю. Саакашвили, это креатура американцев. Он в Одессе, там его нахождение, хотя я считаю его по-прежнему виртуальностью, но он все-таки там... Его виртуальность там логична, его присутствие там более или менее логично, и что он будет делать в Молдове, непонятно. Тем более, что Осипов прав. В последнее время Саакашвили позволил себя довольно-таки часто критиковать Молдову. Непонятно от чего, потому что он вообще не отвечает за этот фронт, но он критиковал несколько раз, и это видел в интервью нашу страну. По Гагаузи он высказывался. Вообще, когда говорят о каких-то неудачах в европартнерстве, в восточном партнерстве, он почему-то считал нужным говорить о Молдове. Поэтому я не считаю серьезным разговор о назначении Саакашвили. Непонятно почему, пока что не могу объяснить, почему Усатый прибег к этому. Ну, может быть, он немножко хотел задать драматичности всей ситуации. Ну да, стоя на Красной площади и записывая. Это как-то, да, это так вот выглядело. Ну, надо учитывать, что у электората господина Усатого есть определенная специфика. И эта специфика требует, чтобы иногда им подавали такие сюжеты. Потому что некоторые политические обозреватели думают, что электорат господина Усатого это тот электорат, который верит популизмам. Я бы расширил чуть-чуть эту точку зрения и сказал, что в первую очередь электорат господина Усатого это в большинстве своем электорат, который смотрит на Москву. Он жаждет иногда слушать такие информации. Господин Усатый очень хорошо понял это. И он периодически дает такие сюжеты своими избирателями. Он сильно рискует, потому что не сбудется, да, и как-то это все... Нет, почему? Многое сбывается. Многое сбывается, да. Это тезис. Это тезис. И не обязательно, что все, что говорят политики, должно сбываться. Но с другой стороны, я здесь соглашусь... Он давал, по-моему, все-таки уже, давал какой-то пример еще раньше премьера. Вы не можете вспомнить, какой фамилик он написал? То есть был, по-моему, у него уже один прогноз. Нет, он несколько прогнозов не сбылся, кстати. Да, не сбылся. И это ни к чему его не обязало. Но с другой стороны, если вернуться к теме Саакашвили, премьер Молдова, возникает сразу несколько вопросов. Я думаю, что любой здравомыслящий человек, когда слышит такую комбинацию слов Саакашвили, премьер Молдова, должен задать себе несколько вопросов. Первый вопрос это, как бы в этом случае строились бы отношения Кишинева и Москвы? Первый. Второй вопрос, как бы строились отношения между Кишиневым и Тираспольем? Третий вопрос, а как быть с Камратом, с новой властью, которая там находится, с новым руководством гагаузской автономии, который, кстати, Саакашвили уже критиковал? И так далее, и тому подобное. Ну, вы, Людмила, очень правильно поставили вопрос, кому это выгодно, когда мы пришли вроде бы к тому единому точку зрения, что кому-то это выгодно. Да, кому-то это выгодно. У нас есть три партии, которые сейчас все вовлечены в переговорный процесс. Давайте рассуждать логично. Двум из них ясно, что в определенной степени приход Саакашвили у руля правительства Молдовы очень даже выгоден. Вы не хотите назвать эти партии? Почему? ЛДПМ и либеральная партия. Они бы, в принципе, ничего не имели бы против. Либералы всегда хотели не только даже генерального прокурора европейского. Они всегда не скрывали своей симпатии к Саакашвили. Саакашвили, когда бывал в Молдове, тоже уделяли им определенное внимание. Либералам, которые не грозит в скобках получить должность премьера, им бы было даже выгодно, чтобы она не досталась ни демократам, ни либерал-демократам. Пусть придет Саакашвили. Это соответствует их лозунгам, их заявлениям ранее, их позиции всегдашней. Либерал-демократам почему бы нет? Да, Саакашвили не превратится в определенный момент в электоральный конек, в электоральный локомотив, который будет тянуть весь этот гарнитур под названием ЛДПМ на выборы. С другой стороны, Саакашвили может своим влиянием кое-какие процессы перевернуть, если не сказать приостановить. Саакашвили может внести свой вклад в переосмысливание того, что происходит на данном этапе в молдавской политике. И есть третья партия, которым этому не выгодно. И мне кажется, что перед демократами сейчас стоит вопрос, а вдруг они не шутят? А вдруг если мы согласимся, что должность премьера предлагается ЛДПМ, и они предложат Саакашвили? Как быть тогда? Тогда надо выбирать меньшее из двух зон. А как предлагать Саакашвили на должность премьера? Конечно, по закону, он даже по закону. Но он только получил украинскую... Это вообще, мне кажется, какая-то фантастика, что-то сверхъестественное. Как может ЛДПМ в процессе переговоров предложить кандидатуру Саакашвили? На каких основаниях? Какое юридическое право? И зачем вообще это делать? Я думаю, что они не предложат никогда. И что делать с Украиной? Они не предложат никогда. Это используется как пугало. Я не говорю, что за всеми этими сценариями стоит ЛДПМ. Мы же пришли к той единой точке зрения, что мы пытаемся логически определить то, что происходит. Откуда появилось это имя в контексте этой должности. Вот и логически. А если еще более логически рассуждать, то нужно, наверное, честно сказать, что вот эти партии, о которых вы говорите, что они очень хорошо бы теоретически отнеслись к тому, что Саакашвили стал премьером, вы знаете, какой они вопрос первый себе зададут? Вот не все те вещи, о которых вы сейчас говорите, они наверное подумают, насколько этот человек вообще будет управляем. Возвращаемся к тем трем вопросам, которые я поставил. Да, и я не вижу просто ни одного аргумента, который бы вы сейчас могли мне сказать в ответ. Потому что даже эти две партии, они скажут, что это кот в мешке, если можно так сказать. Ну, поскольку речь шла об Одесской области и о конкретной ситуации в Украине, да, он там смотрелся уместно. Но у нас мы рассматривали чисто теоретически, чисто логически пытались подойти к этому вопросу. Но мы взяли глупость и отнеслись к ней серьезно. Да. Но от этого она глупости не перестала. Не перестала. Хорошо, еще сегодня был кандидат на пост премьера, оказывается, мог бы быть вот так, будет правильнее. Я не знаю, что вы сейчас скажете, скажете, что это тоже такая неожиданная новость. Но я, например, считаю, что это не из разряда неожиданных новостей, потому что сегодня господин Дадон сказал, что он мог бы стать премьером и заявил о том, что могла быть теоретически создана коалиция ДПМ, значит, социалисты и коммунисты. И вот это показалась новость многим интересна. То есть вот здесь важный момент, когда это было сделано, это предложение, на какой стадии переговоров. То есть мы тогда примерно можем понимать, как это все происходило, кто чего хотел и почему пришли в конечной методии к такому составу. Касминчуря, ваш комментарий. Но тут нужно просто определиться с самого начала переговорного процесса, кто как считал, ДПМ в принципе не мог переговариваться с социалистами или все-таки определенные переговоры могли вестись, особенно в случае, если не срабатывала бы коалиция в правую сторону. Я думаю, что ДПМ это очень практическая партия, они прагматики, и они принимали во внимание вариант с левосторонним альянсом, с левым альянсом. Тем более, что это их стиль переговоров. То есть даже если они не собираются создавать левый альянс, они могли использовать это для шантажа. Более того, было сказано и господином Дьяковым, может быть, ему просто в шутку предложили посмотреть его в реакцию. То есть я думаю, что определенные предложения в этом смысле были сделаны. Не в шутку? Да. Ну, они потом могут всегда сказать, что это была шутка. Пошутили. Но просто они хотели проверить реакцию господина Додона. Он сказал, я так понял из его высказываний, что в принципе он резко им отказал, поняв, что им играются, им пытаются играть для того, чтобы он понял, что его проверяют. Но такого рода проверки было бы абсолютно естественным, если бы ДПМ сделал бы. Я думаю, они в самом деле это сделали для того, чтобы проверить господина Додона. А не клюнет ли он на эту... Да, ну знаете, как могло быть? Могло быть так, пошутили, предложили, а он пошутил и ответил. Знаете, и так бы вот шутили. Положительно. Да, например, взял бы и сказал, конечно, да, тоже так в шутку сказал, готов, вот давайте вот сидим и прямо сейчас вот говорим, как и что. Но давайте, если вот серьёзно посмотреть, всё-таки мы-то не шутим с вами, да, в этой студии. Наверное, выгодно было бы всё-таки сейчас в этой ситуации экономической, в которой мы находимся, чтобы правительство возглавил, значит, человек, который, да, вот сейчас находится в оппозиции. Представляете, то есть ответственность-то всё можно было бы спихнуть распрекрасно. И за то, что было, так получится всё-таки. И за то, что есть. А уж за то, что будет, так сам Бог велел. Вы знаете, есть такая поговорка, что ничего более постоянного нету, чем что-то временное или что-то в этом роде. Да, есть такая поговорка. Ну и давайте вспомним 2009 год, когда страна была тоже на пороге дефольта. Особенно во второй половине 2009 года, когда четыре демократические партии пришли к власти. Тогда некоторые представители партии коммунистов, которые до этого руководила страной более чем восемь лет, говорили им, а пускай они, эти оппозиционеры, сломают себе шею, потому что им никак не выйти из этой ситуации. Дадим им порулить полгода, год максимум, и всё, скинем их опять на восемь лет. Очень популярная была эта версия в своё время. Да. Но они взяли вот эти, которые прочили очень короткий срок пребывания у власти, взяли тогда власть, и некоторые из них до сих пор её держат. Поэтому это очень опасный подход, думать, что вот придёт оппозиционер, лидер оппозиционной партии, а вдруг он возьмёт. И пользуясь теми связями во внешнем, в некоторых других странах, которые он имеет, возьмёт и сыграет на очень хороших отношениях с Россией. И Россия, понимая, что это может быть единственный шанс иметь в Молдове лояльную к себе власть, поможет. Давайте вспомним, что в 2009 году много говорили и о той помощи, которую Китай мог предоставить в Молдове. Эта версия до сих пор, я не знаю, может быть, она до сих пор актуальна, и к которой мог бы прибегнуть Игорь Дадон и партия социалистов. Есть и другие варианты. Поэтому это очень опасно отдавать власть, думая, что на короткий срок. Опасно не для Молдовы, не для нас с вами, а опасно для тех, кто держит сейчас власть в стране, чтобы меня правильно поняли. Но, с другой стороны, если рассуждать, опять же, логически, это предложение, которое, по словам Игоря Дадона, было сделано ему и его товарищам по партии, его партии, мне кажется, что он сейчас, партия социалистов в целом, находится в ситуации партии коммунистов в последние годы. Давайте вспомним 2010 год, когда тоже шли переговоры, конец 2010, начало 2011 года, шли переговоры о создании новой коалиции. Опять же, прибегнули к помощи коммунистов. Встретились пару раз, поговорили, в прессе появились то официальные, то неофициальные информации. Вот-вот-вот создавалась левоцентрическая коалиция. Потом, после развала АЕ-2, были переговоры с коммунистами, и у демократами. Конечно. За все эти годы и либерал-демократы, и демократы неоднократно прибегали к помощи партии коммунистов. Вроде бы делали им предложения, вроде бы были открыты к конструктивному диалогу по созданию коалиции, правящей в стране. И в последний момент коммунистов почему-то кидали. А на самом деле, ЕЛДПМ и ЕДПМ использовали эту партию, чтобы укрепить свои позиции на переговорах между ними. Нужно все-таки уточнить, что пару раз и коммунистам удалось скинуть те, когда скинули Филата, и когда скинули Луку. Да. И коммунисты. Да, и были и другие случаи. Мильмум три или четыре раза коммунистам удалось очень хорошо сыграть на этом. Я вот сейчас вас слушаю и думаю, что больше всего в этой ситуации должен радоваться господин Гимпу. Сейчас он, наверное, точно будет говорить в прессе. Вот смотрите, я же говорил, чтобы перед началом переговоров они должны публично, вы помните его условия? А кто сомневался в этом? И должны публично отречься от коммунистов, сказать, что с коммунистами никто нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. То есть получается, что прав Михаил Федорович был здесь. Все понимали, что так и произойдет. Я же говорил о том, что стиль переговоров ДПМ, ДПМ не было бы, ДПМ, если бы они не играли на обеих флангов. И это, естественно, даже нельзя винить эту политическую партию за это, потому что она левоцентрическая. То есть идеологически более или менее она находится на левом фланге и естественнее для этой партии сотрудничать с коммунистами и социалистами. Ну а с силой обстоятельств они все-таки на правом фланге и должны здесь играть. И поэтому они ведут себя таким образом, идя то в одну сторону, то в другую. Но все-таки доминанта остается правый фланг, то есть такая проевропейская позиция. И они все-таки ее выдерживают, но кокетничают ее с другими. Хорошо. Прежде чем мы уйдем на рекламу, я хотела бы получить от вас короткие ответы касательно важного момента. Хорошо, мы не можем с вами знать, кто будет премьером. У нас удивительная история по поводу президента. Я настаиваю на этой формулировке, она действительно удивительная. У нас вроде как есть спикер, но я тоже уже слышу некоторые версии, что могут быть у него карьерные изменения, конкретно у господина Канду. Скажите, пожалуйста, можем ли мы говорить о том, что все-таки уже практически ясно, что состав правящей коалиции будет именно из этих трех партий? Пока. На сегодняшний день. Вот как вариант. Скорее всего, да. Да. Господин Чуря. Ну я как бы недавно из Брюсселя, на прошлой неделе был в Брюсселе. И как? Как в Брюсселе? Ну очень как-то есть европейцы, которые обозлины немножко на нас, и даже чересчур, мне кажется. И даже мне кажется, что то пожелание о соглашении с МВФ не настолько важно, как создание проевропейской коалиции. То есть мы, возможно, получим финансирование до получения соглашения с МВФ, но если мы не создадим это проевропейский альянс, то тогда не видать нам денег, как своих ушей. То есть вы полагаете, что вот в этих трех, да, вот в их союзе определяющую крайнюю, вот самую важную роль все-таки играют европейские структуры? Политики, они признают это, но они говорят, что это не самый важный, один из факторов. Да, да, но они много чего говорят. Но все-таки у меня вот такое впечатление сложилось, когда я был в Брюсселе. Поэтому, да, очень сильный прессинг в сторону. И я здесь должен логически, если думать, если это повторить, то да. Но если иррационально думать, то тогда, скорее всего, нет. То есть я бы оставил возможность того, что весь этот карточный домик, который они сегодня строят, он вдруг может рассыпаться. Потому что мы видим, что это карточный домик. Они хотят создать впечатление, что это такой серьезный, солидный дом. Но все, на чем покоится этот дом, это все-таки рыхло. Поэтому может что-то произойти, и он сразу рухнет. Вот есть, даже сегодня, вот говорят, был на одной передаче, и один из журналистов, даже могу его назвать, Виктор Никитуш, говорит, вот проходил около дома либеральной партии, около их офиса, и там находилась машина посла США. То есть идут сейчас такие переговоры, которые могут что-то менять. Вы знаете, прежде чем все-таки мы сейчас сделаем с вами перерыв, я могу сказать так. Я не говорю, предпочитаю не сравнивать с карточным домиком. У меня, мне кажется, есть сравнение более такое, не знаю, яркое, если хотите. Все-таки это как брак, они между собой заключают. То есть получается, это такой брак, он настолько под нажимом, он такой вот поневоле брак у них, поневоле все эти три партии. О любви мы вообще здесь в этом браке не говорим. Получается, что это брак по такому расчету, но не мной замечено. Главное, чтобы расчет был правильный. И это единственное, на что мы можем уповать во всей этой истории. Если вы согласны, то мы идем на рекламу. Рекламу на 21 канале. Вы смотрите программу «Главное». Я продолжаю разговор с политическими комментаторами. Ну, все-таки мы пока сейчас с вами обговорили кандидатуры премьеров, обговорили состав, пусть не до конца решили, что он будет таким, но шансы велики. Вот вы знаете, мне кажется, что еще один очень важный вопрос – это кандидатура именно на пост президента. Вот то, что происходит вокруг этого всего, заставило некоторых политических комментаторов поставить во главу угла не вопрос премьера, а вопрос президента, потому что они стали говорить о том, кто мог бы претендовать именно на этот пост. Это якобы первично, потому что именно под этого кого-то затеяна вся эта интрига с изменением Конституции, по которой уже даже специалисты по конституционному праву, они говорят, что это невозможно. Это невозможно успеть. Что происходит? То есть вы приняли эти поправки, посмотрите. И тем не менее мы видим, что выходят и говорят, да, мы изменим Конституцию. Как это все так делается, господин Волницкий? Может, под кого-то конкретно так? Ну да, исходя из той формулы, которая была оглашена публично, это та же формула, которая неоднократно либеральная партия, сам господин Гимпу говорил о ней, и он даже в последнее время, когда его вновь пригласили за стол переговоров, он настаивал именно на этой формуле. Это, скорее всего, был шаг навстречу либералам, со стороны либерал-демократов и демократов. Они понимали, что если не найти способ обойти, если не решить эту проблему на данном этапе, то переговоры могут зайти в тупик. Если помните, полгода назад, перед тем, как было создано и проголосовано правительство Кирилла Габурича, именно во время переговоров между этими тремя партиями одним из камнем, о которых всегда спотыкались, были выборы президента. И господин Гимпу тогда неоднократно заявлял, а что тут непонятного? Мы три партии. В государстве есть три высшие должности. Каждый должен быть по одной должности. Естественно, когда возобновили переговоры на данном этапе, они вспомнили о том камне предкамения и решили сделать шаг навстречу господину Гимпу. Поэтому те вопросы... Это навстречу именно господину Гимпу? Не у меня нету такого впечатления. Они же, когда говорят о распределении постов, говорят, ну, кому-то мы дадим или ЛДПМ, или ДПМ, примерство. Кто-то следующий возьмет или ДПМ, или ДПМ, спикерство. А следующий, третью позицию, которую они обсуждают, это не президентство. Они скорее рассматривают первое министерство. То есть вот при таком распределении позиция президентства остается опять как бы вне игры. И она где-то откладывается на потом. Им бы было выгодно, потому что, чтобы именно так и было в глазах общественности. Но на самом деле, насколько я понимаю их логику и насколько исходят из их высказываний, они смотрят так. Сначала делят первые три должности в государстве. Конечно, об этом публично не особо... Ну, мы понимаем. Да, да. Ну, значит, либеральная партия берет президенту. Да, потом начинается... Сейчас мы к этому вопросу вернемся. Потом начинается именно тот дележ, о котором говорил господин Чуря. Этот дележ один-один-один, как говорит всегда господин Гимпу, он касается именно министерств. Не первых трех должностей в государстве. Потому что я не думаю, что эта должность прямо так и будет сказана, что будет предоставлена либералам. Если, скорее всего, будет опять такая же оговорка, с которой мы встречались уже в конце 2010-го, в начале 2011-го года. А давайте на данном этапе мы берем эту должность, через полгода мы берем эту, а ту, которую мы освобождаем, переходит в вам. Мы это уже проходили, мы это из практики знаем. Скорее всего, так и идет дележ на этом этапе. А если все гораздо изощреннее? Вот смотрите, я сейчас предлагаю вам такой вариант. Лидеры партии, по крайней мере, два из них, совершенно справедливо думают. Хорошо, мы, либерал-демократы, хотим премьера все-таки. У нас есть кандидатура, у нас есть прекрасный господин Канду в роли спикера. Третья все-таки должность. Почему не стоит нам господину Гимпу пообещать и даже сказать это публично? Да, вот смотрите, и сказать, да, мы затеяли референдум, мы сказали, что он будет осенью, все будет хорошо господин Гимпу, все будет прекрасно. А потом осенью юристы по конституционному праву говорят, что осенью референдум вы не можете делать, вы можете его делать в крайнем случае в январе. Но хорошо, говорят они, все равно мы доживем до января. И вот в январе, когда они начинают формулировать вопрос по поводу этого референдума, а январь, вы понимаете, что это за месяц у нас наш молдавский рамадан, да, когда все у нас в принципе отдыхают, но даже не в этом, если все-таки вот, ну хорошая будет дата назначена, и народ выйдет. А если, во-первых, да, а если не выйдет явка, а если не проголосует, потому что они вообще не будут понимать, что им надо, народ мог бы выйти, если бы за всенародно. И тогда получается, что у нас полномочия истекают, а обязанности президента исполняет господин Канду, демократическая партия, господин Чуря. Нет ли такого прямо вот сценария? Есть этот сценарий, но я вижу немножко, я сейчас пройдусь по этому сценарию, но я вижу другой сценарий. Все-таки демократы, они, да, говорят про референдум, но они говорят, что мы не особенно так надеемся на этот вариант, тем более, что Александр Танаси, председатель Конституционного суда высказал свою скептичность по этому поводу. И поэтому они говорят, что у нас есть второй вариант. Вот второй вариант, мне кажется, намного интереснее. Это вариант получения дополнительных голосов от депутатов, которые не принадлежат какой-то политической партии, которые вышли или выйдут из состава политических партий. Скорее это имеется в виду социалисты, потому что от них и, возможно, коммунисты. И вот создается сейчас такое впечатление, возможно, ошибочное, что уже есть достаточно голосов для избрания президента. И вот эту идею мы в последнее время постоянно выслушиваем, что вот эти депутаты, которые скоро выйдут из состава социалистической партии, потому что там достаточно предателей, и вот уже один депутат вышел из этого состава, вот они предоставят то нужное большинство альянсу, который решит проблему президента. То есть не нужно зацикливаться на проблем президента. Проблема выбора президента не стоит на сегодняшнем этапе. Вот сейчас создается такое мнение. Оно уже решено. Все, президент у нас в шляпе. Не важно, кто он будет и кому он будет принадлежать. Мы этот вопрос решим без социалистов и без коммунистов. То есть поэтому нам нужно это большинство. Вот у меня создается впечатление, что именно демократы проталкивают эту точку зрения. И у меня всего лишь один вопрос. А на самом деле это так? Смогут ли они в самом деле заставить или попросить перейти на свою сторону депутатов от социалистов или нет? И все-таки проблема выбора президента, мне казалось, и она была таким трудным или, как сказал господин Волницкий, таким камнем преткновения для все это время, что я не верю, что сейчас существует решение для этого вопроса. А вот то, о чем говорят демократы часто или намекают на это, это скорее такая мишура. Такое создание впечатления того, что эта проблема решена для того, чтобы люди об этом не думали. И поэтому я думаю, что это правительство должно быть кратковременным, краткосрочным, потому что мы, скорее всего, столкнемся с другим правительством, которое нужно будет создавать после выборов президента. А демократы и, может быть, другие создают впечатление, что нет, это правительство будет держаться все эти года до выборов. То есть тут, с моей точки зрения, есть определенная хитрость, на которой идут в первую очередь демократы для того, чтобы создать иллюзии долговременности этого правительства. А на самом деле, мне кажется, что оно будет краткосрочным. Ну, если вот так вот взять за основу версию господина Чури о том, что все-таки демократы найдут эти голоса, да, вы же так говорите. У меня только простой тогда вопрос. Вот такие усилия, вот эти поиски, да, вот это все, мы же понимаем, они ради кого? Да, то есть, вы понимаете, если партия на это идет, то есть это ради кого все так делается? Ну, мы еще не знаем, ради кого или ради чего, мы можем только предположить. Но я соглашусь с тем мнением, и даже добавлю, высказан господином Чури, и даже добавлю кое-что, что политические кризисы в Молдове не прекратятся, пока на переднем плане в первых должностях государства не придут реальные лидеры, те, которые принимают решения. На данном этапе, я не думаю, что скажу, наверное, большой секрет, если уточню, что единственный политический торг уместный, который был бы выгоден и Владу Плохотнюку, и Владу Филату, и их сотоварищам по партии, была бы именно должность президента в обмен на должность премьер-министра. Это в продолжении версии, высказанной господином Чури. Выберут, наверное, сейчас временное правительство, не как у Керенского, наверное, но все-таки временное. Придет весна будущего года, будут выборы президента. Я думаю, что если либерал-демократам скажут, что вот вам должность президента, мы даже гарантируем достать недостающие голоса. В этом случае вы даете нам должность премьер-министра, которой мы добиваемся столько лет. Да, это был бы уместный торг. Поэтому я тоже склоняюсь к версии, что у нас, скорее всего, будет временное правительство. Ваши версии заслуживают внимания, они интересны. Да, я не думаю, что с этим станет кто-то спорить. Вы понимаете, все это как-то хорошо мы с вами говорим, а в ситуации, это фон, на котором происходят все эти события, он становится все более и более, я не побоюсь этого слова, напряженным. Потому что после увеличения тарифов сегодня сразу несколько политических игроков, ну и профсоюзы, заявили о том, что они начинают протесты. На 6 сентября платформа, да, назначила большой митинг протеста. И там даже есть такая формулировка, когда они это заявили, они собирают народ. Сказали так, что в ходе этого протеста мы решим, имеют ли право те, кто довел страну до края пропасти, дальше управлять страной, которую они же и разворовали. То есть, в принципе, мы видим, что требования достаточно серьезно, и не только они, уже начались протексты. И до дона объявили. Да, да. Вы понимаете, что это такое протестное движение, как бы пока со слов. Но они объединятся ли? Вот. Это хороший вопрос, объединятся ли, или так у нас будет каждый назначить себе день, будут выходить по очереди, значит, и протестовать. И давайте начнем с того, насколько это серьезно. Ну, пока что нет смысла воспринимать это очень серьезно. Да, будет повышение цен, но сравнить Молдову с ситуацией, через которую проходит Греция, например, да, там уровень жизни повышен, но я имею в виду драматичность событий, пока что еще рано. У нас ситуация как бы еще как-то держится вместе с этими повышениями, но людям не привыкать. Они не пугаются так сразу, когда, и не выходят сразу на улицу, если идет повышение цен. Мы это проходили много раз. Более того, оппозиционное движение, оно не гомогенно, и оно, как бы, говорят о протестах, но они принадлежат разным геополитическим полюсам. Объединять эти геополитические полюса очень сложно. Поэтому вот у нас происходит, вот даже на правом фланге унионисты с платформой Дай не смогли найти общий язык, что, в принципе, серьезно ослабило протестное движение. Мы видим, как их запал, в принципе, уменьшился. Поэтому, ну, мы также видели, что Додон как-то поддерживал эти протестные движения, но сам он к ним не примыкал и не объединялся вместе с ними. Поэтому мне кажется, что все-таки, принимая во внимание вот все эти факторы, протестное движение не будет сильным. Более того, у будущей власти, если она создастся, конечно, у меня все-таки остаются определенные сомнения, будут возможности амортизировать эти протестные шоки ввиду того, что все-таки европейцы могут нам открыть опять финансирование. То есть это будет такой момент, если мы вернемся к замороженному, так называемому замороженному финансированию, то это будет возможность как-то ослабить эти шоки. И поэтому я пока что к протестным движениям, но в первую очередь из-за их геополитической разноправленности отношусь скептически. Господин Волницкий, может наш народ в вопросе тарифов отмежеваться от геополитики и понять, что представители разных политических партий и разновекторных партий все-таки все будут платить повышенный тариф? Может это случиться? Ну, здесь есть два момента, которые мы должны учитывать. Первый момент, остановится ли повышение тарифов и цен на том, что уже было сделано? Не остановится. Вчера была программа, да, и сказали, что не остановится. Вот, вот я к этому и веду. Что мы можем ожидать в дальнейшем? Потому что повышение тарифов на электроэнергию и на природный газ, это две основополагающие при формировании цен на любом продукте. Конечно. Последует ли повышение цен на хлеб? Наверное, да. Последует. Потому что они используют это. Последует ли повышение цен на молоко? Наверное, да. Последует. В процессе других молочных продуктов? Наверное, да. И так далее, и тому подобное. Вот это может способствовать к тому, что критическая масса может возрасти. Дом Нучуря очень ловко отметил, что пока есть эти, если можно так сказать, недоговоренности, пока не могут договариваться платформа ДА, унионисты, представители других партий, то партии власти могут надеяться, что в определенный момент критическая масса спадет и протесты уже не будут теми нескольких десяток тысяч людей, которые были раньше на площади. Но с другой стороны, если продолжится повышение цен и тарифов и в дальнейшем, и самое главное... Особенно, когда начнется отопительный сезон, и народ получит платежки не только за электроэнергию, но еще и за отопление. Еще надо учитывать новое соглашение с МВФ и с другими внешними кредиторами Молдовы. Оно будет связывать по рукам и ногам новое правительство, пусть даже временное, пусть даже, я не знаю, каким бы ни было это правительство. Оно не сможет предложить реальные компенсации, которые бы помогли людям пережить этот не совсем хороший период в их жизни. Если учитывать все эти факторы, возвращаясь ко второму моменту, о котором я упомянул в самом начале. Будут ли выходить больше людей на улицы или нет? Все зависит и от того, смогут ли организаторы этих протестов связывать эти повышения с волшебным в последнее время словом «миллиард». Они пытаются это делать, и мы видим каждый день. Если они могут это связать, то тогда злоба в обществе возрастет, потому что люди не станут искать объективных причин, почему возросли эти цены. Что вот ситуация на валютном рынке такая и такая, ситуация в регионе, в котором находится Молдова, не совсем хорошая. Они будут видеть причину в другом. И вот это может быть тем фитилем, который может поджечь весь этот форох. Все-таки вы считаете, что возможно? – Я не исключаю. – Не исключаете. Еще один момент, который я хотела бы прояснить. Мы сейчас говорим о формировании коалиции, о будущих партиях власти. Но мы наблюдаем и среди партий оппозиции интереснейшие процессы. Речь идет о том, что в открытую перестали друг друга понимать лидеры социалистов и нашей партии. Уже только ленивый об этом не написал, что между ними пробежала кошка и связано это с формированием коалиции на местах. Скажите, вот все-таки взаимоотношения между этими двумя лидерами – это есть такой процесс, который имеет объективные причины? Либо все-таки кто-то, исходя из той ситуации, в которой мы сейчас находимся, очень умело нажимает такие кнопочки, которые являются для этих двух людей достаточно чувствительными. Господин Чурик. Ну, у каждой субъективной причины есть объективность. Сзади присутствует какая-то объективность. Конечно, они недолюбливают друг друга, это было понятно с самого начала. Но почему они недолюбливают друг друга? Не потому что у них разные подбородки, а потому что эти партии находятся в жесткой конкурентной борьбе. Ведь, в принципе, вывод Усатого из избирательной гонки сильно повлиял на результат Додона в положительную сторону. После этого Додон начал утверждать, что это его проценты, а не полученные по заслугам, а не проценты Усатого. Что, конечно, Усатому не понравилось. Но была и предыстория этих отношений между Усатым и Додоном. Кстати, концерты не состоявшиеся. Эксперты знают об этих вещах. Ну, сейчас на местных выборах была проблема Бейльц, чьи это проценты и кто на самом деле контролирует ситуацию на севере. И после этого, конечно, неплохой, хороший результат, я бы сказал, Усатого, что, конечно, и все-таки не очень удачное выступление социалистов, все это вкупе привело к тому, что их отношения обострились. И тут это все объективно. А субъективно нужно признавать, что они друг друга просто как двое мужчин недолюбливают. И вот вам это развитие этих событий. Но пока что ситуация все-таки под контролем. Видимо, у них... По чьим контролям? Когда я говорю под контролем, это говорит, что они как-то не дают этим эмоциям выплеснуться очень сильно наружу. И потенциально... Ну как, почему Усатый писал гневный пост там... Ну, потенциально между ними возможны политические альянсы в будущем. Это никто, я думаю, не будет отрицать. Но пока что не ведут такую борьбу. И я думаю, что у них есть возможность вести эту борьбу. И никто не будет, и Москва не будет очень сильно вмешиваться в это. Правда? Не будет? Ну, мне кажется, что не обязательно вмешиваться. Потому что они сами должны решить, кто из них сильнее и влиятельнее на этой политической сцене. Ведь они ведут эту конкуренцию, находясь в оппозиции. А кто-то добивается того, что приходят к власти из-за оппозиции. То есть они должны сами решить, кто из них сильнее и как-то доказать. А потом уже это все возможно изменит политическую картину у нас в стране. И поэтому, мне кажется, это объективная борьба. Никто особенно на нее влиять не будет в том плане, чтобы останавливать. Ее не нужно останавливать. Пусть выявят сильнейшего сам поединок. Спасибо. Господин Волнецкий, вы как прокомментируете? Я думаю так. Надо сначала выяснить, за что борются господин Додон и господин Усатый. Борются ли они за то, что у них уже есть, и они хотят это сохранить? Или они борются за то, что у них может быть? Я думаю, что вторая версия более правдоподобная. На левом фланге Молдови есть еще, хотя некоторые поспешили похоронить партию коммунистов, но есть еще этот некогда гигант политический, который еще действует. Но он угасает, как бывшая звезда, он уже угасает. Электорат этой партии... Да, звезда теперь в другой партии, в качестве символа. Да. Электорат этой партии помаленьку уходит. И мы увидели, что произошло всего лишь за несколько месяцев, полгода где-то, которые прошли от предыдущих парламентских выборов и до местных выборов этого года. За несколько месяцев электорат этой партии очень сильно преобразился. Преобразился в том плане, что он начал искать альтернативы на левом фланге. И они нашли некоторые из них альтернативы в лице Усатого, некоторые в лице Дадона. Поэтому я думаю, что это ихняя борьба на данном этапе ведется не за того, кто кому помог и на каком этапе. Кому принадлежит определенный процент на парламентских выборах. Почему произошла перестановка на местных выборах? Они, скорее всего, борются за тот электорат, который может приплыть к ним в руки, сделав одну из этих партий, этих двух партий, сильнейшими игроком на левом аспекте. Я от себя только добавлю, и, наверное, они борются за внимание к себе Кремля. Так скажем. Хотя говорят, что у Кремля много башен, но, мне кажется... Кремль, конечно же, поддерживает сильнейшего в первую очередь. Да. То есть они будут бороться за это, и мне кажется, что в этом есть много правды, и почему они это делают, тоже совершенно ясно. Знаете, наше время вышло. Я обычно подвожу итоги к концу, выделяем главное. Но теперь я должна констатировать с неудовольствием, что главный сегодняшний день таково, что ничего не ясно. Понимаете? И ладно бы это было так вот первый раз, что мы говорим о том, что надо ещё чуть-чуть подождать, и вот мы увидим. На самом деле время идёт, а нам по-прежнему ничего не ясно. Поэтому я желаю, чтобы мы, когда уже встретились в этой студии, я не знаю, чтобы мы уже... У нас было что конкретно анализировать, и мы могли как-то понимать, в какую сторону мы движемся, да, и что вообще происходит со страной. Ну, прежде всего, конечно, с нами, с народом. Спасибо вам огромное за участие. Приходите к нам ещё. Спасибо. Вы смотрели программу «Главное». Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин